После 9 класса большая часть учеников школы номер 75 отправится, что называется, в свободное плавание. Часть из них поступит в среднеспециальные учебные заведения. А вот почти 60 человек изъявили желание продолжить обучение в 10 классе. Однако уже в другой школе. По заявлению руководства, 10 классы в 75 школе на 23 и 24 года формироваться не будут. О ситуации рассказали родителям на собрании. Альтернативы были предложены достаточно широкие. Мы на собрании пригласили директоров близлежащих школ, которые рассказали о своих школах, рассказали о преимуществах обучения в 10 классах именно в этих школах. И как бы родителям и детям было предложено выбрать те школы, близлежащие Доской и Песочник, которые могли бы принять детей. На выбор три школы. 63, 67 и 72. Последняя, кстати, с углубленным изучением отдельных предметов. У каждого учебного заведения свои преимущества. Как по удаленности от дома, так и по необходимым дисциплинам. Для получения образования в 10 классе дети должны предоставить аттестат за 9 класс. Родители должны написать заявление о том, что они хотят. И определиться с направлением, которое может предоставить наша школа. Такой алгоритм действует не только в 72 школе. То же самое нужно сделать при переходе как в 63, так и в 67. Елена Щепотина заявила, что даже если все ученики выберут 72 школу для продолжения обучения, отказывать никому не будут. Места есть. Если все 63 ребенка и их родители примут решение обучаться в школе 72, то мы всех примем. Если родители и дети примут решение обучаться в одном классе, то они будут обучаться в одном классе. Альтернативы есть, говорят руководители школ. Об этом заявили и на собрании. Сейчас, например, при нормативе 1100 человек в школе обучается 2700 учащихся. Из-за этого дети уже учатся в две смены. Поэтому на собрании обсудили строительство новой школы в ДПР-7 и 7А. Участок за объектом уже закреплен. В настоящее время ведутся проектные работы. Есть вариант концессии. Продолжение следует...